Как настроение, как самочувствие? Нормально, хорошо, отлично, прекрасно, хорошее, шикарно. Все прекрасно. Интернет шалит. Ну, еще и потому, что сегодня, ох, какие у нас вибрации будут. Дело не только свечи, да? Я сегодня еще расскажу, какой бывает огонь. Замечательно. Замечательно. Какие бывают энергии, что с ними можно делать. И вообще, ну, я считаю, что огонь играет очень большую роль в нашей жизни. Очень большую роль. Где-то обезьяна, которая взяла первая палку в руки, я бы ей эти руки-то повыдергивал. Все началось с огня, цивилизация началась с огня. Не скажу, что везет, но очень удобно тем, у кого, кто живет в частном доме, у кого отопление, дрова, уголь. Потому что живой огонь. И так, свечи. Ну, одну. Желательно, знаете, зажечь. Я понимаю, что удобно. Таблетки. Очень удобно. Но по высокой длинной свече всегда видно, что происходит во время работы. Очень удобно. Так, свечу. Без разницы. Девчонки, мальчишки, абсолютно без разницы, какая свеча. Я так считаю, что... Давайте я вам скину информацию. Какие свечи, на какой день. Их, в принципе, можно даже не заряжать. Поскольку, если вы будете знать, что, какой цвет у свечи обозначает, что он делает, подсознание будет само работать, тем более, если у вас есть энергии. Свечи мы с вами всегда используем. Всегда. Я зажигаю их очень редко, потому что работаю мыслеобразом. Мыслеобраз... Ну, нужно привыкнуть. Держать мыслеобраз. Работать. Отвечать на вопросы. С вами разговаривать. Это все тренировка. Свечи могут быть разные. Если вы научились держать мыслеобраз, то используйте свечи в каком-то крайнем случае. Например, или если зороастризм, там обязательно... Лампады можно включать. Я говорю проще тем, кто живет в частном доме, топит печку. Я тут уже и... Отодвинулась от экрана. Тут меньше воздействия. Белую свечу. Я зажгла просто таблетку. Вам я уже говорила. Для того, чтобы посмотреть на работу, лучше обыкновенную белую парафиновую свечу длинную. Во время работы свечи ведут себя абсолютно по-разному. Мы с вами знаем, когда работаешь с энергиями, проводишь сессию себе или другим. Или тогда, когда я работаю онлайн, вы сидите со свечами, они ведут себя абсолютно по-разному. Почему? Потому что у каждого прорабатываются свои программы. Абсолютно разные. Бывает, так огонек вытянется. Ну, казалось бы, он маленький, да? Ну, максимум 2-3 сантиметра. А вытягивается до невозможности 20-30 сантиметров в длину в тоненькую ниточку. Я вообще не представляю, как такое может быть без какого-то физического воздействия со стороны. Практически нереально, но тем не менее это есть. Я вам это рассказывала. У вас частенько такое бывает, вытягивается, да? Потрескивает тоненькая свечка из церкви. Угу, здравие. Потрескивает, да? Из церкви она быстрее сгорает. Быстро сгорает. Белая парафиновая, она держится дольше. И по ней лучше видно. Если вы работаете постоянно, зажигаете свечи часто, то можно использовать одну и ту же. В чате не пишется, Катюш, так пиши. У меня скайп выскакивает, я вижу. Если вы проводите какую-то определенную работу, что-то хотите получить или на желание, или работа на защиту, какой-то ритуал проводите, где какая-то серьезная работа идет по снятию какой-то программы, именно первопричины, желательно, чтобы эта свеча догорела до конца. Что бы она ни вытворяла, редко, но бывает, что они тухнут на ровном месте. Ничего страшного. Если работать с церковными свечами, то лучше брать толстые, плотные, возможно, длинные свечи, они разные, их можно просто разрезать, одну свечу на несколько, чтобы она стояла, не падала. Когда подтает, они сгибаются, и, мягко говоря, ничего хорошего не получается. Такую свечу лучше разрезать. И сейчас буду рассказывать, какой еще есть огонь. белая, толстая, 60 сантиметров. Ого! Я бы такую часть на три бы и разрезала. Девчонки, мальчишки, как вы думаете, что вы знаете, слышали, возможно, вам приснилось, или фантазировали. Какой еще может быть огонь? Мне просто интересно. И почему я спрашиваю? Я учу вас думать, фантазировать и применять эти фантазии. Правильно, применять эти фантазии в натуре, в жизни. Какой еще может быть огонь? Фиолетовое пламя преобразования, огонь божий, божественный шквал огня, да? Мой любимый, чуть что божественный шквал огня. Короче, сегодня что у нас будет происходить? Рассказать-то я вам расскажу, покажу. А сегодня у нас с вами, скорее всего, будет происходить очень сильное очищение. Потому что огонь горит у всех, разговариваем мы об огне. Костер, да, живой огонь. Может походить на лица и фигуры, но да, это когда оно принимает какие-то формы. Адское пламя. Причем, Люд, я могу добавить, да, что адское пламя может содержать в себе, ну, несколько определений. И хороших, и плохих. Теплый, пожирательное. Лучи архангелов, ну, это где-то близко, да. Элементарные такие определения. Мертвый огонь, живой огонь, вечный огонь. Вечный огонь, по-моему, у нас тоже есть. Там очищение идет и по карме, и в семье. Архангела Михаила. Тань, а что там за огонь, я не помню. Меч помню. Яркий, горячий, ласкающий, уничтожающий, стихийный, мягкий. Угу. Если огонь горит у вас в печке или в костре, оторваться невозможно, не хочется. Если вы хотите брать депрессию без энергии, ничего не умея, да, или избавиться от какой-то ситуации, или поправить здоровье. Элементарно. Открыть печь, когда уже там почти прогорело, не только разгорается. Смотреть на огонь, защитное пламя. Смотреть на огонь, что такое. прогреваться, лечиться, и скидывать в огонь негатив. Даже когда огонь горит рядом, свеча элементарна. Пусть, да, она небольшая, слабенькая, но нам хватает этого. Она начинает чистить наши тонкие тела. Можно даже свеча, печка, можно даже. Вот, например, скажем так, не скажу, что старость, усталость кожи, да, взяли, собрали, зацепили, намотали, сбросили на свечку. и так несколько раз себя болит какой-то орган, или просто ударили, зацепили, намотали, вытянули, стряхнули на свечу. И таким образом можно просто скинуть. Когда скидываете на свечу, непрерываемый поток возникает. Огонь встает вам ближе, начинает работать лучше. Идет взаимодействие вашей энергетики и вашей свечки. Попробуйте поработать, и что будет получаться. представить проблемку, собрать, скинуть на свечу тоже можно. Да, можно. Я это говорила в отношении печки. сегодня возможно еще сделаем, невозможно сделаем. Ручку, листик заранее приготовьте. При заземлении сбрасывать в магму, в центр земли. Танюш, ты тут две практики вместе спутала. Когда мы делаем заземление, мы зачерпываем из магмы силу земли, огонь и поднимаем в себя. А вот когда мы сбрасываем маму, открываем или колодец, тогда в центр земли идет на переработку. а так идет автоматически обновление в магме, потому что все сгорает, сжигается. вообще огонь первооснова всего сущего. Что было бы без огня? Это ладно сейчас электричество, газ, я не знаю что еще с чем сравнить. Изначально был огонь. И огонь живой, животворящий идет у нас и до сих пор. Вот сейчас о чем мы не сказали на Пасху огонь, который сходит. До сих пор вспоминается, как мы с вами делали, да? Кто не знает, сейчас расскажу. Одновременно по трансляции сходил огонь там, мы зажигали огонь. Здесь реально проверяли буквально несколько, может быть, секунд, минуту девчонки умывались огнем, он не обжигал. Как в это можно верить или не верить, я не знаю, даже не объясню, просто это есть. когда мы работаем с огнем и чистимся. Получаем что-то новое. При желании получить покровительство можно высших сил света. С огнем можно делать очень много. Наверное, надо будет тему провести по стихиям. Огонь, вода, земля. Поработать интересно будет. Это так, у меня уже задумки. живой огонь. Всегда, когда, это я сейчас говорю тем, у кого есть посвящение в энергии, кто работает с энергиями, если вы работаете с энергетическим огнем, желательно зажигать свечу. Я когда получала зараз резом, не я одна, кучей, мы все мчались в церковь и покупали лампады на масле. Они горят и работали с ними. всегда должен быть источник открытого огня живого. Свеча, костер, лампадка. И естественно вы находитесь около этого. Что мы сейчас и делаем. теперь давайте чувствовать. У всех горит огонь. Живой огонь. Это я энергию открыла. Живой огонь. огонь. Огонь есть в каждом из нас. Добрый. Присоединяйтесь. Если есть желание, свечку зажигайте. Мы работаем с энергиями. если вдруг вдруг не понравится. Тревожно стало. Сейчас объясню почему тревожно. Огонь есть внутри каждого из нас. И наша задача вытащить его наружу. раздуть из искры Божьей славы неукротимое пламя сжигающее на своем пути препятствия все, абсолютно все. Все, что можем иметь под этим ввиду. Порчи, сглазы, закрытые дороги, неудачи, все. Родовые проклятия, перекрытия, абсолютно все. Ох, пошел процесс по позвоночнику. сжигающие на своем пути препятствия всем и дарующие всему миру свет Бога. Весь мир в первую очередь это вы. Ага, все ясно. жарко стало, станет жарко за только начало вибрации по всему телу. Духовные вибрации, магические потоки. потому что в любом случае это магия. А теперь возьмите ручку листик и напишите простучать тимус еще дополнительно. Не помешает никогда дрожь коленках трепых не в районе тимуса. Ногам стало приятно, легко и прохладно. Есть такое. Напишите просьбы, желания, обращение за помощью к живому огню, который горит около вас. Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе. Диссертации писать не надо. Одно достаточно. Что там? То, что больше всего вас волнует на данный момент. Написали? Написали? и да. Щеск rip Gud на данный ately г получается Не надо. Анogen , Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас... Будет расчет... Развеять... Не смыть... Развеять... За окно... Высыпать... Сейчас будет расчет за работу... Как вариант предложен сжечь крупную купюру... Смотря что вы запросили, я против этого... У нас есть прекрасная практика... Энергообмен... Бэм... Пленка-фильтр... За пленкой... Силы... Высшие... Жизни, природы... Те, которые... Способствуют... За исполнению вашего желания... И... Отдаете... Свою... Энергию... Ту, которую... Должны... За... Исполнение вашего желания... Жизненную энергию... Которую вы можете восстановить... Потому что просто так ничего не происходит... За все нужно платить... Но деньги сжигать... Это не вариант... Свою энергию... Возврат энергии делаете... Высшим сущностям... Которые будут исполнять ваше желание... Высшил, työ... Высшил... Ваши industrom... Все становятся вот... Высшил, Заводanız... Р anderes... Деньми не precise... Рecлама... Да... У... Б casка... У... И благодарность тоже. Но сколько энергии имеет просто слово благодарность, настолько и желание исполнится. Молодцы. А теперь рассказывайте состояние. Настроение. Как платить энергией? Галочка есть практика у нас. Возврат энергии. Платить энергией я считаю это самое безопасное и стопроцентное. Не обращаясь к кому-то куда-то, где нарвешься на шарлатанов. Сделал, заплатил и успокоился. На голову, да, поддавливает немножко. Хорошо всё. Самочувствие рассказывайте. Что вы чувствуете? Что происходит? Четвёртую. Дала 20 шариков белой энергии. Ну, Маргарита, ты прям по шарикам считаешь. А у меня то шарики, то поток. Поэтому единственное, что по объёму ориентируюсь. Так, есть практика возврата жизненной энергии. Стоит она тысячу. Но поскольку сейчас идут декабрьские 50% скидки, то эта практика стоит 500 рублей. Всё в этом месяце, буквально на всё, идёт 50% скидка. Упс. Люда, где защита? Дементоры прям. Так. В этом случае под куполом. Здрасте, что это там у тебя вылезло? И живой огонь. Есть мёртвый огонь. Дальше чистка у нас будет. Конкретная. То мы желание исполняли. Мёртвый огонь имеет огромную силу. Как разрушать, так и созидать. По спине, по ногам холодок пошёл. Ох. Спинка моя, спинка. Мёртвый огонь. Зеваю, как-то сомневалась в тот момент. Люб, в какой момент сомневалась? По ногам тоже холодок. Когда отдать, почему? Вы отдаёте вне куда-то. Боялась, что боялась? Просто так не уйдёт. Вы давали плату за работу. Вы же в магазине, когда деньги отдаёте, вы же не боитесь? Примерно тут тоже такое же. По всему телу, как иголки колются. Особенно в ногах у меня позвоночник полностью. Наверное, от головы и до копчика. Первый раз такое узнала. Ну, обычно чем-то рассчитываются. Да, я долго думала, чем. Или идёт обещание какое-то там, что ты очень любишь кофе, но в течение месяца ты пить не будешь. С одной стороны, ну, Господи, прости. Высшим силам нахрен не нужно, что ты не будешь пить кофе. Правильно? Есть как вариант деньги. Пойти закопать. Медные. Как вариант крупные купюры. Сжечь. Ну, это вообще никак. И я считаю, что лучше рассчитаться энергией. Обмен энергией. Они нам работу. Мы им энергию. То же самое, что мы делали на карме рода последний раз. Мы им работу, а они нам ту энергию, которую задолжали по жизни. Вот, Люк и я про то же. Кофе и деньги. Это больше делается для того, чтобы человек понял, что за всё нужно платить. огню свечи, огню свечи, нет, не огню свечи, а тем высшим силам, которые будут исполнять наши желания. То, что мы написали на листочки, я не думаю, что у кого-то там была мелочь. Предновогодние все очень серьёзно всегда. Идёт плата высшим силам. Так, мёртвый огонь. Так, мёртвый огонь почистил. Есть также холодный огонь, который чистит объекты в помещении. Он более-менее безопасный. Этот же огонь горит в чистилище, очищая грешные души. Мы можем заранее поработать. Снять налёт, так сказать. Наташа вообще ничего не понимает, что-то у меня махаловка какая-то по ощущениям идёт, прям побоище. Какой-то заплёнкой. Люд, ну замечательно. Шикарненько. Вот это вот и называется битва. То, что шло снаружи, напрашивалось давно, сейчас получает ответку. Если ты сама не готова была это проработать, сейчас энергии это делают. Изначально что у нас было открыто? Огонь Божий, божественный шквал огня, живой огонь, мёртвый огонь, холодный огонь. Потом пасхальный огонь, как он называется. Что ты хотела? Это вот и одна такая глазастая. Сейчас у всех идёт, возможно, благодатный. Да, спасибо Люба. Фиолетовое пламя, да, абсолютно. В более мягкой форме. Я сижу, у меня позвоночник и мышцы вокруг. Вообще непонятно в каком состоянии и что там происходит. Работа идёт обалденная. Хотя я ничего не писала, но энергию я отдала, я рассчитала за ту работу, которая сейчас происходит. С собой. Около шеи и плечи давит очень сильно. Дополнительно. Чтобы ничего не мешало. Обычно мы сами навешиваем на себя ответственность. Исполнение работы за других людей. За своих детей, внуков. Скидывайте с плеч, шеи, коромысла, я не знаю, бёдра, брёвна, рюкзаки, ответственности. Выкидывайте нафиг. Они нам не нужны. Абсолютно даром. С приплатой даже. Святой огонь. Что-то у меня сегодня. Пятая чакра непонятно себя ведёт. До того, как я включила комнату, этого не было абсолютно. Знаете, что, видимо, всеми этими энергиями надо поработать с родом. Только вот так вот. Только такая мысль. Святой огонь. Любые объёмы при исцелении человека. Восстановление органов, гармонизация чакр, систем меридиан в организме человека. Для урегулирования спорных вопросов в судебных делах. Святой огонь. И на нём сжигаются демонические привязки и демонические сущности. Звук скачет. Звук скачет. Звук скачет или у меня... Люд, у меня голос скакал сейчас. Голову стянула. Голову откроем. Четыре лепестка. И вытряхиваем оттуда всё лишнее. Звук скачет. Голову. Исцеление, святой огонь. Исцеление и восстановление организма. И последнее, можно сказать приятное, огонь вдохновения. Чтобы нам расслабиться, потому что работа прошла очень большая, тяжеловатая, скажем так. Огонь вдохновения. Созидание. Индивидуальности. Эта энергия производит мощную созидательную энергию. К добру, любви, трудолюбию, упорству. Повышение духовности. Развитие энергетики, энергосистемы. Повышение вибраций. Очищение от низких грубых энергий. Повышается степень развития всех семи оболочек человека. Вдохнули. И выдохнули, как будто выплюнули что-то. И давайте сделаем заземление. Ох! Энергия. Огонь вдохновения, последнее которое. Я хотела эти энергии достать после Нового года. Это очередная матрица света. Святой Огонь и до этого был. Сламя Глории тоже можно. Ну, если оно для тебя сейчас актуально... По-моему, нет. Чуть попозже, если только. Давайте заземление все-таки сделаем. Вдох через макушку до промежности. Выдох вниз до центра земли. Вдох из центра земли до макушки. Вдох вверх и в ауру. Вдох через макушку до промежности. Вдох вниз до центра земли. Вдох из центра земли до макушки. Вдох вверх и в ауру. Как самочувствие? Рассказывайте. Под энергиями огня. Получше. И слава Богу, ступни горят, зевают. Вот. А завтра? Завтра? Завтра у нас 4 декабря. В 21 Москвы. Мы будем заряжать свечи. Свечи на все случаи жизни. Или на все жизненные случаи. 4.21 по Москве. Приготовить можете разноцветные свечи. Можете белые, но не таблетки. Потому что когда вы будете работать этими свечами, они должны догореть до конца. Для того, чтобы провелся ритуал или работа и свеча закончилась. Можно церковные, только не тонкие. Потому что тонкие, они сгорают очень быстро и очень мало от них толку. Найдете цветные? Хорошо, пусть будут цветные. Они бывают низенькие, толстенькие, разнокалиберные. Можно такие. Чтобы не заморачиваться, обыкновенные белые в упаковках. Снежан, что не поняла, спрашивай, что где там прервалось. Будем заряжать свечи. На благополучие, естественно, ритуал. Сегодняшние тоже можно. Сегодня мы только с одной работали, мы ничего не заряжали. Абсолютно. На деньги будем работать обязательно. Обязательно будем работать на снятие программ. Ну, 10, не ошибетесь. Там выберите, сколько свечей хотите зарядить. Лишней не будет. Вдруг меня понесет, еще что-нибудь придумаю. Обязательно на решение положительное в вашу пользу. Деньги готовить не надо. Нужно только свечи. Сколько там? Ну, я не знаю, 5, 7, 10 свечей на разные заряди. Цена этого удовольствия будет 1050, по-моему, да? Так, сегодняшняя свеча нет. Мы сегодня ритуал, опять же, никакой не делали. Практику. И вот, честно, я не представляю, как должна сгореть свеча в таблетке. Она у меня по краям, честно говоря. Хотите разных цветов? Если есть возможность быстро их найти. Нет, не заморачивайтесь. Обыкновенные белые. На ритуале, когда мы их будем зажигать, я все расскажу. Будем мы их поджигать или не будем. Скорее всего, будем для того, чтобы работать. Потом потушим. Защита помещения, пространство, деньги. Все, что можно придумать. Все завтра будем делать. И предновогоднюю свечу обязательно будем делать. Предновогоднюю свечу постарайтесь найти какую-нибудь красивую. Да, чтобы на Новый год перед двенадцатью зажечь, поставить. И чтоб она полностью прогорела на все ваши желания. Белые долго горят. Их можно разрезать. Я же вам говорила. Их можно разрезать. Лучше зеленую, золотую. Бывают красивые, низкие, толстые, в форме роз, в форме животных. Бывают в фужерах, в стаканах. Тут уж ваша фантазия на новогоднюю свечку. Полностью ваша фантазия. На нее положитесь. На что глаз упадет? Вот так вот. Еще вопросы. Девчонки, мальчишки. Золотая пирамида есть свеча. Если есть, вообще шикарно. Потом, вот это в записи, то, что мы завтра будем проводить, у вас останется. И вы сами можете, будете под запись заряжать свои свечи. Новогоднюю тоже завтра будем заряжать. Абсолютно верно. Серебряная пирамида. У вас еще вся ночь впереди. Практически сутки. Еще придумаете. Да, на здоровье. Вопросов, я так понимаю, нет. Всем все ясно, понятно. Готовимся к завтрашнему вечеру. Как раз, что забыла еще сказать. Со свечами, обрядами, которые связаны с огнем, желательно работать после 18 часов. По вашему времени. Для дитё. Для дитё. Тань, что ты хочешь для дитё? Для дитё у нас будут амулеты. На защиту. Я вам скинула. Сейчас еще раз скину. Там, кстати, у нас и по амулетам. Амулеты, обереги. Дитё на что свечу зарядить? Что ты хочешь этому дитё? На здоровье. Две венчальные свечи. На фортуну. А дитё сколько? Лет. Своему дитё? Если своему сыну. А, ну, можно, конечно. Написала дитё. Я так и думала, там ребёнок 3-5-7 лет. 37 лет можно на деньги заряжать. Да, это вы можете делать для себя, в подарок, своим близким, родным. В подарок покупала, не пригодилась, так и лежа. Ну, красивые свечки приспособим, зарядим, так что не переживай. Чё не будет так просто валяться. Ну что, девчонки, мальчишки, прощаемся до завтра. До здоровья. Отдохнуть. Всем добрых снов. Восстановиться. Декабрь использовать в полную меру и силу. Желания свои. До завтра. Сладких слов. Весело. Ну, слава Богу. Разгребли маленько. На здоровье. И я вас люблю. Благодарю. На здоровье. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok